всех приветствую сейчас нахожусь на очередном полевом выходе это велосипедом полсотни сюда полсотни будет завтра обратно нахожусь за селом Велико-Обухевка здесь протекает речка Псиол а вон и рыба видна это самое ходит только что когда здесь устанавливал вот это кресло вот там метров 50 лисичка что-то нюхала нюхала потом меня увидела естественно убежала а что она там нюхала оказывается там днем вот вчера я видел там останавливались местные гуси они приплывают сюда туда далеко уплывают потом вечером они возвращаются и там они метров 50 вот здесь на бережку делает привал и естественно оставили запахи и лисичка их учуяла и не знаю засаду наверное устроит им этим гусям вот такие дела так что здесь природа конечно интересная даже уже как говорится третий день осени но все равно он еще чувствуется хорошо природа им погода отличная погода днем очень жарко приходится туда в тенечек идти под вечер вообще отлично и спится в палатке тоже отлично практически спальный мешок я применяю но можно и без спального мешка даже спать это самое тепло где-то градусов на 17 ночи получается всем своим сослуживцам здоровья желаю это сослуживцы по остер десна 78 год батальон связи учебный также кишкун халаш это югв южная группа войск кишкун халаш 134 гвардейский танковый полк рота связи ну и штаб ввс уральского округа город тогда был свердловск теперь екатеринбург центральный штаб ввс это 92 узел связи телефонная станция гайка где я был начальником этой телефонной станции зас так называемой засекреченной аппаратурой связи до сих пор она там существует по этому google maps в панорамном режиме все вижу вокруг да около что там штаб есть антенны правда вижу на крыше изменили но аппаратура меняется уже и тропосферная связь там применяется хотя и раньше применялась но сейчас уже смотрю антенны более такие современные у нас там попроще были антенны коротковолновые были и такие спутниковые были тоже но что хочется на этом оздоровительном полевом выходе также желаю всем здоровья ну и естественно на второй день обязательно тянет на воспоминания о службе ну теперь вот я раньше вспоминал на учебную дивизию остерскую а теперь хочется вспомнить кишкунхалаш ну что там кишкунхалаш наш полк находился где-то так приблизительно на окраине города этого кишкунхалаша отличный такой полк конечно вот хочется вспомнить последние года последний год службы естественно уже все мы были такие деды некоторые очень борзые деды были ну я как раз был зам на должности зам командира взвода радио взвода естественно приходилось все мероприятия в роте практически были или на мне или на втором тоже зам командира взвода это только телефонного взвода это там был эмбулатов как его звали я уже забыл эмбулатов фамилия я помню фамилии эмбулатов ну ладно какая разница ну что и хочется вспомнить самые такие экстремальные варианты службы это что это гауптическая вахта пришлось несколько раз побывать на гауптической вахте этой гауптвахте или еще в простонародье называется на губе то есть посидеть на губе не всем конечно выпала такая честь посидеть на губе но мне вот посчастливилось и я несколько раз был на губе и и первый раз вспоминается уже после отбоя после отбоя ну естественно там уже свет выключается все хождение прекращается и весь личный состав допустим роты полностью уже отдыхает никаких движений никаких криков никаких разговоров не должно быть ну естественно мы чуть-чуть приборзели уже к концу службы и чувствовали вольницу и что вот не знаю по моему десена так что роберт если это ты был давай признавайся то есть мы устроили бой подушками то есть я по верхнему ярусу бегаю там по верхнему ярусу этих кроватей бегаю и подушками бросаю а роберт десенов если это он может и не он ну по моему он был это самый самый веселый положительный человек кстати и сейчас он по жизни остался положительным всегда улыбается все мы с ним по не по скайпу по вайберу по моему разговариваем да видеотелефония все положительный человек почти одессит все одесситы они все веселые жизнерадостные и он также остался это сам и вот мы я бегаю по верхнем ярусу после отбоя а он там внизу его тоже друг друга подушками бросая и вдруг же же естественно там же ответственный по роте там назначался из офицерского состава или с этой с прапорщиков а там был как раз сверхсрочник московский о да фамилия московский вроде так и он как раз был ответственными и тоже услышал шум туда в роту включает свет я на верхнем ярусе десенов роберт там успел на кровать прыгнуть ну я же естественно как свечка там стою с подушкой застыл в этом позе он сразу сюда всего и сразу же отвел на гаупвахту гаупвахта у нас находилась возле первого батальона кто курсе дела это 78 года 78 80 я служил 78 80 она как раз была возле первого батальона и отвел на гаупвахту тоже сдал все как положено в журнале там записали там начкар обычно был находился начальник караула и он же отвечал за вот этих за наказанных на гаупвахте ну что он записал поместили меня в эту камеру в камеру да она там отдельная сержантская камера была я сержантом тогда все было и но что впечатление конечно супер это вам не книжки читать про заключенных все натурально было все как положено там окошко с решеточкой там не достанешь метра два с половиной вверху здесь решетка впереди все как положено и это и топчан такой это отстегивающий на этих на цепочках туда-сюда я там расположился ох ладно так пока туда сюда решил на топчане аж полежать там твердым этом топчане слышу там что-то раз ключами застукали зазвенели там эти открывались двери приходит этот начкар ко мне и говорит ты такой-то да а ты это самое отвечаешь за этим аккумуляторы там аккумуляторный за аккумуляторный ты отвечаешь в роте связи да а я как раз был назначен там уволился этот пекешев был он аккумуляторщик и мне но временно передали ключи от аккумуляторной это самое мне передали на должность там еще никого не назначили аккумуляторщика а мне передали ключи ешь там иногда там что-то прорабатывал там по зарядке аккумуляторов для роты связи и или для других подразделений говорит нам надо аккумуляторы зарядить и потому что там завтра ребята выезжают там на что-то какое-то мероприятие надо аккумуляторы для растения станции без проблем все пошли все он отдал мне и это самое и ремень отдал все отдал потому что когда сажают на губах то забирают ремень и и поясной ремень и такой же с бляхой ремень отдал все мне и говорит давай вот аккумуляторы бери там он человек тебе поможет их занести там солдатик такой коробки аккумуляторы мы занесли а аккумуляторная кстати находилась там где чипок был где чайная тоже возле первого батальона там такое здание было рядышком там чипок у нас там радиокласс был и там в радиоклассе там же была комната зарядной станции вот этой там стояли вытрямители и так далее но все оборудование под зарядку аккумуляторов для радиостанции тоже я их поставил на зарядку это самое все больше меня никто ничего не сказал я заряжаю аккумуляторы в роту сходил еще к себе пока они там заряжались потом думаю не в роте конечно а если опять этот московский этот самый придет ответственный и увидит меня что я не на гаупахте а это думал ладно не будем подставлять там начкара пошел туда в аккумуляторную там радиокласс был я там на табуретках тоже полежал там утром эти аккумуляторы уже взял пришел к начкару тоже отдал все нормально соответственно мне никто ничего не говорит я взял и пошел в роту как раз так распределил время чтобы попасть на завтрак на завтрак как раз пришел рота уже строилась я там подключился даже по моему роту отвел на завтрак то есть никто ничего не говорит все нормально вот так вот и закончилось мое похождение по галфуахте первый раз на второй раз это более уже конкретнее я четко помню это практически за пререкания из командира взвода радио взвода был там такой лейтенант дмитриев он такой парень интересный был только после военного училища по моим полтавского военного училища связи и это и он же там старался как-то примириться как-то выслужиться и так далее ну и что там получается у нас был бассейн полку небольшой такой бассейн и там иногда проводили занятия плановые занятия там по плаванию ну и соответственно там все вот эти план план занятия обычно писали или взводный или сержантом он давал кое-какие планы занятия эти ну прописать на целый день допустим чем должна заниматься рота ну и я что же там записывал и это самое и там у нас по плану было занятие зомб защита оружия массового поражения это в азыка надо одеваться в противогазах там норматив там пытаться сдавать и так далее вот такое было спланирование и бассейн соответственно почему-то взяли и бассейн назначили по моему во второй половине дня уже под вечер это уже когда там ну солнца уже нету жары нету а зомб назначили когда жара там вот максимум жары там вот как раз это самое и и я ему говорю что надо переместить ну зомб назначить под вечер когда жара спадет а плавание в бассейне чтобы там было всем же хорошо чтобы можно было не дубаря там стоять дрожать это самое от холода а чтобы было нормально жара все как положено он нет вот только так ну я взял и тоже начал пререкаться с ним нет я роту не поведу туда на у бассейн а мы сначала это самое ну вечером не поведу роту потому что холодно говорю там дубарь такой под вечер все знают что под вечер обычно день там такая жарище что даже там если будешь в трусах ходить по полку там потом будешь обливаться но вечер только вечер наступает там обычно у нас кино в летнем кинотеатре показывали вроде кажется что ну елки шпалки жара была днем а нож должно не остыть там вечер прохладный прямо под вечер прохлада такая что даже приходилось чтобы сидеть в летнем кинотеатре этом на улице приходилось даже с коптерки брать шинелки вот я там туда-сюда он все отвел меня на гаупвахту за пререкание пришлось вот уж отсидеть там как говорится по моему дня два я сидел там он там не знаю или 3 он дал дня мне гаупвахты или что-то такое я даже не помню помню что или один день или пару дней отсидел и там как раз полковой войсмотр техники был естественно прибегает там какой-то этот и тоже меня типа все опахту типа отсидел все больше не надо иди это приказали идти готовить бтр у нас как раз бтр командира полка был там на плац на плац то есть не на плац по моему а туда на стадион выгонять и приготавливать к смотру техника это вот так я отсидел по сути дела но ночь была конечно которую я отсидел там холодная очень холодно было вспомнился даже такой момент что там камера входная дверь это решетка просто решетка с таким мощными этими этими прутьями металлическими и я сижу тоже холодно блин и слышу что-то мяукает и туда-сюда смотрю кошка идет с котятами я раз ее подозвал там кис 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 кошка подошла я этих котят взял там это сам ухты утки летать дикие утки раз два три шесть семь семь диких утках уток вот пролетели не знаю но на видео вот прямо развернулись это самое и вот эти котят позвал там я их к себе прижал этих котят они маленькие такие тепленькие я их взял за гимнастерку сюда и посадил они меня согревают кошка на ногах сидит эти котята у меня тут за гимнастеркой выглядывают такие головушки и мне стало теплее вот так я помню что это самое вторую вахту я с котятами сидел а потом же на следующий день по моему меня же то вызвали для осмотра техники вот такие дела потом еще один раз сидел ну там она непонятно было там тоже какой-то а прапорщик меня отвел типа того к этому и калитки этого там какой-то сержантик вышел говорит вот 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 а сам прапорщик бегом что-то убежал а я стою возле калитки тот открывает сержантик что-то проходит не к начкару надо и тоже то говорит начкара еще нету и только я остался это самое ну и за начкара это и тоже зашли туда там пульт стоит управление этими всеми постами там связь с постами было и что получается ну и я к этому пульту подхожу а на этот сержант сразу говорит вот там на шестом посту связь где нету на том плохая что-то пропадает связь он короче я так понял ну никто же ничего не сказал этот прапорщик когда меня сдавал но так в кавычках возьмем сдавал то тоже ничего не сказал он подумал что это связи пришел проверять вот эти связь с постами и так далее и у тоже он мне там показал там что там прозвонили я там тут пока туда-сюда он прозвонили потом слышу приходит наш там из солдатик из телефон телефонного взвода да и это самое ну там туда-сюда я же говорю ты шестой там пост проверь это уже с моей роты жизни 6 там еще кто-то все хорошо и все и ушел потом пришел на очкар потом говорит ну что связи есть меня спрашивают должны сейчас уже должны сделать он раз прозвонил на шестой пост связь связь есть говорит все спасибо там чуть ли не за руку я пожал я говорю хорошо все ну что я пошел тогда говорит да молодец все хорошо все это взял пошел и в роту как раз уже отбой был я на отбое тоже как раз попал это самое тоже на своей кровати уснул на утро как ни в чем не бывало проснулся все по подъему и так далее ну и по распорядку тому же действовал так я побывал еще раз непонятно камеру даже свою любимую камеру даже это за бы и не зашел вот так такой тоже в галпахта бывает так что ребята там юго-вешники и и по струде сна тоже если кто есть там это самое а еще по 19 второму узлу я расскажу как я я тогда уже был офицером лейтенантом и тоже на галпахту сажал солдаты я потом чуть чуть позже расскажу постараюсь в другом месте это чтобы рассказать как я сажал уже солдатика на галпахту но отвозил можно так сказать отвозил на гарнизонную галпахту синегин еще фамилия была синегин это где-то девяносто девяносто седьмые по моему года где-то так было тысяча девяносто девяносто седьмые город свердловск ну все всем хорошего здоровья я вот здесь тоже набираю здоровья вот постараюсь сейчас показать что там на турнике еще могу там подтянуться но сейчас у меня по распорядку это завтрак так что после завтрака покажем что там оно на полный желудок на турнике творится всем здоровья и не стесняйтесь записывайте видео мы будем слушать будем смеяться если там что-то интересное и так далее так что всем пока